Оленевод – это не только профессия. Губернатор Нинецкого округа Юрий Бездудный отметил работников сельхозпроизводственного кооператива «Ижимский оленевод ЯКО». Нагрудных знаков – почетный работник сельского хозяйства Российской Федерации, удостоенный пять тружеников тундры из этого СПК. Владимир Чупров – главный ветеринарный врач сельхозпроизводственного кооператива. В строю уже более 30 лет. Все плановые противоэпидемические лечебно-профилактические мероприятия по предупреждению различных заболеваний оленей ложатся на плечи ветврача. Владимир Чупров за многолетний труд в оленеводстве знает все тонкости работы в тундре. За последние три года ему удалось снизить заболеваемость животных в три раза, а падешь в пять с половиной раз. Говорит, что проблем в СПК хватает. Среди них и хищники, которые донимают стада, и браконьеры, с которыми бороться не легче. Но, пожалуй, самое главное – не хватает молодежи. Поблем тоже хватает, специалистов мало, кто не хочет работать. Так-то работа интересная. Много народу у нас, молодые специалисты, работают. Василий Егорович сын после института работает у нас, единым ночом. Василий Чупров, бригадир третьей бригады Бакуринского отделения, слова коллеги по цеху подтверждает. В профессию сейчас молодые люди идут редко. Условия работы слишком суровые. Сам Василий – потомственный оленевод. В профессию пришел по стопам своего отца. Оленевод по рождению и по призванию. Кстати, сын Василий, отучившись в университете, вернулся в тундру. Работает ветеринаром, помогает оленеводам. По самым оленям. А сейчас вы где-то качуете? Сейчас на зимовке. А где находится зимовка? Что там у вас? В Условенском районе, в поселке возле Окунева. А сколько у вас в бригаде оленей? Две тысячи голов. А сколько человек работает? Когда как. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент сколько оленеводов у вас? Где-то когда семь, когда восемь пастухов. В сельхозпроизводственном кооперативе «Ижемский оленевод» – 19 бригад. В каждой трудится по 8-10 пастухов. Вместе с частными оленями поголовье насчитывает 35 тысяч голов. Это одно из самых крупных оленеводческих хозяйств Ненецкого округа. К оленеводу никто не идёт. Потому что в таких условиях не хотят работать. А чем плохие условия? В полевых условиях надо, чтобы вышел, допустим, весной, и осенью приехал. Через 9 месяцев, 9 с половиной, домой возвращаешься. Живёшь в чуме, с кочевой образ жизни ведёшь. Вот молодёжи не нравится. Изропа Таниско-Ангульчатска. В торжественной обстановке губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бестудный вручил Василию и Владимиру Чупровым нагрудные знаки «Почётный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Знаю, что вы в своей профессии уже не один год. И вот эти звания, которые сегодня были вручены вам, они действительно почётные. Кто-то из вас потомственный оленевод. Кто-то в эту профессию пришёл впервые. Знаю, что каждый из вас не просто оленевод, ещё немножко и ветеринар. Потому что для того, чтобы вырастить животное, ухаживать за ним, надо не просто быть оленеводом, надо ещё и ветеринаром быть. В числе награждённых также Николай Канев, потомственный оленевод, работает в СПК 16 лет. И шесть из них в должности бригадиром. Захар Семяшкин, бригадир первой бригады, Брыкалинского отделения тоже потомственный оленевод. Начинал в далёком 86-м году учеником-пастуха. Бригада, возглавляемая им, всегда добивается успехов. И ещё один награждённый Андрей Рощев. В оленеводстве 30 лет. Все эти годы он посвятил работе в СПК «Ижемский оленевод ИКО». Начинал учеником-пастуха. Сегодня оленевод 5-го разряда. Бригада номер 2 Бакуринского отделения, в которой работает Андрей, выполняет производственные задания и достигает хороших результатов. Сохранность поголовья оленей остаётся на самом высоком уровне. В этом оленеводу помогают накопленные за годы работы в отрасли навыки. Встреча завершилась за чашкой чая, где работники СПК «Ижемский оленевод» рассказали главе региона о достижениях и проблемах хозяйства.